Здравствуйте, это версификатор на Супер Омске. Сегодня я хочу поговорить с вами не об украинском бандите-музычка, которого совсем не жалко, и не про омского министра имущества Миренкова, с которым далеко не все понятно, а про четырех африканских львов, убитых на днях в датском зоопарке. Здесь и понятно, и жалко. Напомню, что четырех львов, двух старых и двух совсем молодых умертвили в зоопарке Копенгагена, потому что заведению не хватало места для содержания молодого льва-производителя. А зоопарк это тот самый, где совсем недавно убили жирафа Мариуса, который появился на свет в результате близкородственного скрещивания. Как убивали львов, я не знаю, но жирафа умерщвляли прилюдно на глазах публики, а потом еще и расчленили несчастную животину, чтобы посетители смогли посмотреть, как она устроена. Обратите внимание, дело было не в Азии, не в Курбан-Байрам и не с жертвенным бараном. Экзотических зверей замочили на глазах малолетних детей в центре Северной Европы, всей такой толерантненькой и либеральненькой. У нас в Омске все еще тлеет скандал с приютом для бродячих собак на Барабинской улице, где с животными обращались жестоко. Говорят, что за конфликтом стоят какие-то бизнес-интересы. Утверждать это и занимать чью-либо сторону я не буду. Скажу одно, в любом случае история вызвала в городе резонанс. И пусть на решение проблемы бродячих собак у мечей разные взгляды, сочувствие к бездомным тварям есть у большинства. Есть, конечно, у нас и откровенные живодеры, но их поведение является для общества аномалией, а не нормой. Одного студента, который утопил котят и потом выложил про это ролик в интернете, даже из вуза отчислили. А в свободной Европе в это время зверей убивают просто так, из производственной необходимости. Мне интересно еще, о чего же молчит прогрессивная европейская общественность. Где Бриджит Бордо в искусственной шубе? Где Гринпис и всякая экологическая шелупонь, которая превратила борьбу за природу в бизнес на противостоянии нефтяных концернов? Да и наше либеральное сообщество по этому поводу почему-то засунуло языки в глубокое молчание. Вы скажете, это всего лишь звери. А я возражу, что большое видится в малом. И копенгагенская живодерня не может не повлиять на наши отношения к Европе и европейцам в целом. Слишком долго эти люди запрещали нам ковыряться в носу. И пусть меня посчитают извергом, но я искренне желаю директору датского зоопарка повторить судьбу бедных убитых львов, когда его детям понадобятся свободные площади для создания новой крепкой однополой семьи. Впрочем, выводы делайте сами. Будьте добрее к животным и постарайтесь быть добрее к людям. Увидимся на следующей неделе в проекте «Версификатор» на Супер-Омске.